Для того, чтобы получить эффективную и качественную медицинскую помощь, порог любого нового для нас медицинского учреждения, мы должны перешагнуть не с чистым листом, а уже прийти с той минимальной информационной базой о состоянии своего здоровья, которую мы по жизни накопили. В очередном выпуске цикла передач, посвященных проекту Госкорпорации «Росатом. Право на здоровье», Людмила Колотухина расскажет о праве пациентов на ознакомление с медицинской документацией. Хочу показать вот эту папочку, которой отроду 20 лет, и я любую бумажную медицинскую информацию, которая стала мне доступна, а я всегда стараюсь получать копии со всех медицинских документов, я сюда складирую. Должна сказать, что она у меня в последнее время пополняется не так интенсивно, как ранее, связано это с тем, что мы перешли, как правило, в электронный формат предоставление нам информации о нашем здоровье. И это замечательно, поэтому на моем персональном компьютере уже есть папочка с медицинскими документами, которые я получаю на себя и на членов своей семьи в электронном формате. Там у каждого документа проставлена дата, название той организации, из которой пришел данный документ. И все это я делаю, потому что прекрасно понимаю, что качество и исход моего заболевания зависит от того, насколько правильную информацию получит мой врач при определении моего диагноза, при выборе тактики лечения. В каких нормативно-правовых актах закреплено право пациента на ознакомление с медицинскими документами и получением копий и выписок из них? 29-я статья Конституции говорит о том, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить, распространять информацию любым законным способом. И перечень сведений, составляющие государственную тайну, определяется федеральным законом. Состояние нашего с вами здоровья не является государственной тайной, а является нашей личной конфиденциальной информацией, которая накапливается о нас в медицинском учреждении, где мы, как правило, получаем первичную медико-социальную помощь. А потом право это, закрепленное в Конституции, плавно переходит в федеральный закон об основах здоровья граждан, где, согласно 22-й статье данного закона, пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, на основании письменного заявления получать отражающее состояние здоровья, медицинские документы, их копии, выписки из медицинских документов и получать на основании такой документации консультацию у других специалистов. Амбулаторные карты, которые хранятся в регистратуре, это собственность медицинской организации. На руки их теперь не выдают, так как участились случаи потери карточек. На основании сведений этих документов Фонд обязательного медицинского страхования оплачивает поликлиники лечения больного. А вот информация, которая содержится в этом бумажном носителе, является нашей собственностью. То есть мы не имеем права по собственному усмотрению брать и распоряжаться собственностью бумажным носителем, который нам не принадлежит, но мы имеем право после оформления соответствующего запроса получить копии, выписки всей медицинской документации. Какой приказ регламентирует порядок обращения пациента за выписками и копиями медицинских документов? Министерство здравоохранения утвердило приказ о порядке и сроках предоставления медицинской документации их копий и выписок. И вот в этом приказе, он свежий для нас, 31 июля 2020 года он утвержден, расписан полный регламент и порядок действий как пациентов, так и медицинской организации. Наши требования о предоставлении копий медицинских документов должны выражаться только письменно. Если мы на приеме у врача говорим, а ну-ка сделай нам, пожалуйста, копию моей амбулаторной карты, врач может наши требования не удовлетворить и будет совершенно прав, потому что он как врач, как чиновник от медицины, при взаимодействии с пациентом по данному вопросу должен руководствоваться утвержденным Министерством здравоохранениям порядком. А порядок этот говорит, что при необходимости получения копии медицинских документов оформляется только письменный запрос. Форма запроса жестко регламентирована. И фактически бланк заполнения заявления о выдаче медицинской документации, он утвержден. И вот Министерство здравоохранения требует, чтобы запрос содержал сведения, прежде всего, о пациенте. Это фамилия, имя, отчество. Реквизиты документа, удостоверяющие личность пациента, как правило, паспорт. Адрес места жительства, почтовый адрес места жительства, контактные телефоны, электронную почту. В случае обращения от имени пациента его законного представителя, а мы знаем, что законными представителями детей до достижения им 15-летнего возраста являются их родители или опекуны. Есть граждане, лишенные дееспособности, тогда их законными представителями являются тоже их опекуны. То есть, если заявление подается от опекунов либо законных представителей, то оформляются эти данные как на пациента, так и на законного представителя пациента. Указывается на именование медицинских документов или выписки, которые отражают состояние здоровья пациента. Это сведения о способе получения пациентам данных, копий и выписок. Либо это на бумажном носителе, если они оформлены на бумажном носителе, либо по электронной почте, если медицинская организация уже перешла на электронные носители, оформление истории болезни и амбулаторных карт. Заявление нужно писать на имя главного врача или руководителя медицинской организации. Если в заявлении пациент не указал необходимую информацию, то организация в течение двух недель должна уточнить необходимые для оформления документов сведения. В течение месяца пациент должен получить ответ на свой запрос. Документы обязательно должны быть заверены. Штаб медицинской организации должен на ней стоять или бланк медицинской организации, подпись врача обязательно, заверяющая печать медицинской организации обязательно. Копии медицинских документов изготавливаются на бумажном носителе, методом ксерокопирования заверяется на последней страничке фразой «копия верна», печать, подпись. Запрашиваемые документы выдаются в одном экземпляре. Также медицинская организация может отправить документы с заказным письмом с уведомлением о вручении. Запрос на получение копии медицинских документов можно оформить через единый портал госуслуг или медицинских информационных систем. Для этого будет достаточно простой электронной подписи.